С виду огромный укроп, ствол как бамбуковая палка. Так выглядит борщевик сосновского. Специалисты объясняют, это опасное растение. Если капелька сока попадет на кожу, а следом и луч солнца, то на этом месте может образоваться ожог первой, второй или третьей степени. Запах и пыльца этого сорняка могут спровоцировать аллергию. Борщевик завезли с Хавказа для приготовления корма. Борщевик сосновского, это очень яркий пример о том, как человек вмешивается в природу и что из этого получается. Нельзя вмешиваться. Человек вмешался неграмотно. Рос себе, рос это растение в горах Кавказа. Никого не трогало. Надо было его взять оттуда, привезти какую-то селекцию. Борщевик сосновского раньше считался кормовой культурой. Однако исследования показали, что пользу он не несет, более того, ядовитый. Корм животным не подошел, а токсичный сорняк моментально распространился. Теперь ядовитые зонтики растут рядом с дорогой и в полях. И бросили. И семена разлетелись. И семена разлетелись. Они не только на территории России. Они и в Польше уже есть, и в Прибалтике, и везде. Естественно, у нас они есть. Лучше и не трогать. Не есть, не трогать самое руками. Сок. Почему вызывает ожоги? Ну, только под ультрафиолетовыми лучами солнца. Вот этот сок, да, который попадает на кожу, когда солнечный, ну, ультрафиолет, как бы он сок, он как бы активируется. И поражает кожу. Ну, поражение похоже на ожог. То есть, получается пузыри и все. Лечится очень сложно. Заживает очень долго. В момент цветения, а он приходится как раз на июль, растение необходимо уничтожать. Как с ним бороться? Ну, на дачных участках, наверное, очень легко. Там, наверное, один-два вырастает. Там можно его выкопать, да, перчатки надеть. Он это или не он? Ну, конечно, хотелось бы специалисты, чтобы были. И вообще, я считаю, что это устроило вот такой вот такой вакханалию, это устроило государство. И государство должно и ликвидировать, и платить за это. Почему? Потому что вот некоторые вот данные о том, что это должны делать дачники, дачные общества и так далее, их за это штрафуют, если там находят этот борщевик. Бороться с ним очень сложно. Почему? Я говорю, ну, один-два его можно, а когда их много, необходимо там применять химические средства, да, они очень дорогие. И почему мы должны платить деньги за то, что государство в свое время вот так поступило. Борщевик, то есть он попадает, он уничтожает и выдавливает всю нашу растительность. То есть он ее уничтожает, и все. Остается только вот это вот ядовитое растение. В Бердске борщевик, конечно, растет, но, как говорят специалисты, локально. Больших участков он пока не заполонил, по крайней мере, не обнаружено. Если борщевик растет на частной территории, то это ответственность самого владельца. Трудность борьбы с этим культурным сорняком заключается в его высокой плодовитости, отмечают специалисты. Чем раньше начать уничтожение борщевика на участке, тем быстрее избавитесь от него навсегда.